В деревне Лучежевичи, подворье ветерана войны Павла Николаевича, можно сказать показательное. Пенсионеру вести хозяйство помогает сын и невестка. На участке в доме порядок. От прошлогоднего мусора здесь уже избавились. Традиционным способом, с помощью огня. Но делали все строго по правилам. Трогу на участке вы уже убрали? Все убрали. Убрали. А каким образом? Контейнер рядом стоит. Я учусь еще хрустей. То есть все по правилам было, да? Все. Вот на корню ничего не сжигали? Все. Нет. На корню никогда. Мы тут никогда не живем. Так должно быть. А вот соседнее домовладение – полная противоположность. Участок зарос сухими кустарниками. В доме уже давно отключен свет за неуплату. В морозы грелись с помощью печи, по поводу которой у пожарных есть нарекания. Перетопочным отверстием отсутствует перетопочный лист. Дымоход не очищен, как будто сажа падает в топку. Естественно, требуется косметический ремонт печи. Складируются также горящие вещи на теле печи. Ну и вблизи топки тоже, видимо, складируются горящие материалы. Глава семейства перебивается случайными заработками. Небольшие деньги сразу же уходят на выпивку. По этим стопам пошел и сын. Мужчина вскоре будет отправлен на принудительное лечение от зависимости. Глава сельсовета постоянно призывает семью к порядку. Вот только пока слова действия не имеют. Найти недостатки, убедить или заставить хозяев их исправить – основные задачи смотровых комиссий. Работа смотровой комиссии на территории сельсовета в основном направлена в данный момент на работу в частном секторе. Работа частного сектора и многоэтажек отличаются тем, что сейчас начинается пожароопасный период, сухая растительность, поэтому необходимо предупредить людей предотвратить данную ситуацию. При посещении граждан выдаем сразу предписание о наведении порядка, о правильности согребания сорной растительности, обрезания веток и уборки их. Ни в коем случае не полить на корню. А вот это убранное подворье – наглядный результат работы смотровой комиссии. Хозяин более года назад вышел из мест не столь отдаленных, взялся за старое. Не так давно украл дорожные знаки и продал их на металлолом. Сейчас скрывается от исправительных работ. Порядок навел его сын, который живет в городе и который решил здесь обустроить дачу. Пересмотреть жизненные взгляды его отца – это уже задачи правоохранительных органов. Кстати, еще одно из достижений Козинского сельсовета – то, что здесь с начала сезона не зарегистрировано ни одного пожара по причине того, что сельчане сжигали прошлогодний мусор. А значит, люди стали сознательнее.